Как ты это делаешь? Рубрика, в которой мы анализируем игру теннисистов Сетка КАП и пытаемся понять, за счет чего они побеждают. Всем привет! С вами я, Яна Михайлик, и сегодня мы узнаем, как это делает игрок с 11-летним стажем, без 10 единиц рейтинга мастер спорта Украины, а также победитель Кубка Карпат и других международных турниров Андрей Лукацкий. Чем играет? Играет основанием Butterfly Mizutani ZLC, которая обладает быстрым отскоком и отлично подходит для комбинированного стиля игры. То есть, где надо, я могу атаковать, она отлично для этого подходит, для приема она тоже отлично подходит, мячи нетухлые, быстрые. И с обеих сторон накладками доник BlueStorm Z1, которая также, как и основание, добавляет игре скорости. Стиль игры. Если выбирать между двумя стилями, атакующий и защитный, то стиль игры Андрея Лукацкого скорее атакующий. Но если присмотреться к деталям, то четко можем определить, что Андрей играет в контратакующем стиле. Я сразу же, как бы, пытаюсь сделать какой-то ход достаточно быстрый в своих возможностях. И после этого максимально долго держу ночь на столе до тех пор, пока мне соперник не ошибется. Его манера игры больше основана на приеме, нежели на активном нападении. Некоторые игроки характеризуют это как агрессивная подставка на результат. Многие мячи я выиграю за счет самой простой подставки. Как ее делать, чтобы это было эффективно во время игры? Если, допустим, меня вращают сильными топсами, то я стараюсь мяч принимать как можно раньше. На взлете, до того, как мяч набрал свою максимальную высоту. И делаю это короткими движениями. Если все-таки мяч уже пролетел свою максимальную траекторию и уже вылетает, то я отпрыгаю от стола и делаю движение уже более продолговатое, но направленное. За счет этого достигается хорошая попадаемость на стол и сопернику стараюсь играть неудобно. В локоть, в живот, переводить по углам. И это самая простая тактика, которая позволяет легко выигрывать встречи. Главный прием Андрея – это прием. Интересная игра слов, правда? И тем не менее, не подумайте, что он играет исключительно на приеме. Если соперник также привык отдавать инициативу, то Андрей с радостью ее примет и начнет атаковать. Я могу заставить себя сразу же мощно атаковать, чтобы не было сладко соперникам. И таким образом выиграть важную встречу. Рейтинг. Рейтинг Андрея Лукацкого – такая вещь, за которую сложно угнаться. Вот буквально в начале этого месяца он был почти 55 пунктов. А на момент съемки этого видео его внутренний рейтинг на турнирах Сетка Кап составляет 55 единиц. Но никто не знает, что будет завтра. Ведь рейтинг обновляется после каждого сыгранного турнира. Зона игры. Ближняя и средняя. Объяснить такое расположение на игровой площадке очень просто. Сами подумайте, в какой зоне удобнее всего подставлять. То есть в основном я играю у стола или где-то в средней зоне. И очень редко в дальней зоне. Нет, конечно, Лукацкий может уйти в перекруты. Но только тогда, когда соперники начнут навязывать свою игру. А Андрей попадет в эту ловушку. Количество сыгранных матчей. Всего Андрей сыграл 603 матча на турнирах Сетка Кап. И круто то, что выиграл больше, чем проиграл. 311 против 292 на момент съемки этого сюжета. Статистика игр. Ну что ж, плавно перешли к статистике игр, которая выглядит таким образом. Естественно, соперники Андрея делятся на две группы. Удобные и не очень. Удобными являются все атакующие игроки, которые играют не в агрессивном и жестком нападении. А неудобными игроки защитного стиля. Те, которые играют с шипами. А также, которые играют в быструю игру. Итак, к первой группе мы отнесем Владимира Вороненкова. 28 против 27. Дениса Пестерникова. 7-1. И, как ни удивительно, Владимира Чернобава. 2-9. Да, по словам Андрея, игра с Чернобавом ему удобно и комфортно. Но, как видим, статистика говорит об обратном. Полное превосходство Владимира. А ко второй, то есть к тем соперникам, с которыми Андрею не хотелось бы встречаться. Алексей Дегтярев со статистикой 1 против 10. Сергей Смирнов. 6-5. А также Иван Амельчук из-за своей неудобной техники. Выносливость. Выносливость Андрея и способность интенсивно отработать весь матч полностью зависит от соперников. Если все идет по плану, то он спокойно играет от приема и не тратит много энергии. Игра от приема мне позволяет играть и выигрывать встречи. Даже если я нахожусь в плохой форме, я играю в свою игру и могу выигрывать игры. А если что-то пошло не так и перед ним соперник, который хочет испортить стратегию Андрея и играть в его же игру от приема, то здесь сил уходит гораздо больше и такой темп ему довольно тяжело выдержать. Сложность подачи. Как шутит сам Андрей, подачи плоские, потому что подавать с запилом не умею, но на самом деле это не так. Открою небольшой секрет. Чем сильнее запил, тем с большим вращением вернется ответный удар от соперника. Именно по этой причине подает плоские подачи, чтобы с легкостью войти в розыгрыш. Психологическая уравновешенность. Спокойный игрок, который прежде всего думает об игре, нежели о психах. В принципе, никогда не психую, не нервничаю и просто анализирую свою игру. Желтые карточки получал крайне редко. И то мне такие случаи так сразу тяжело вспомнить. Ты должен чувствовать себя легко, свободно, как на тренировке, как будто нет никакой ответственности. Вот тогда будут победы. Спасибо, что досмотрели видео до конца и уверена, что вам было интересно узнать, как же это делает Андрей Лукацкий. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если видео было полезным. И на этом мы вынуждены с вами попрощаться. До встречи в новых выпусках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин